приветствую друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru и сейчас я вам расскажу о том как делать одно крайне интересное базовое упражнение для развития ваших бицепсов собственно говоря секретов тут никаких особых нету это подтягивание да да именно подтягивание но не для развития мышц спины для развития наших бицепсов в чем нюанс нюанс заключается в том что практически все упражнения которые вы делаете для развития ваших бицепсов такие как подъем штанги на бицепс подъем гантели на бицепс это все упражнения изолированные то есть те упражнения в которых работает только один сустав локтевой соответственно в этом упражнении не так хорошо не так много сокращаются ваши бицепсы, как они могли бы сокращаться. Для того, чтобы упражнение у нас превратилось в базовое, нужно, чтобы работало несколько суставов, желательно, чтобы хотя бы два. Когда мы выполняем подтягивания, происходит именно такая ситуация. То есть у нас происходит сгибание как в локтевом суставе, так и в плечевом. Но тут у нас обратная ситуация по сравнению с подтягиванием на мышцы спины. Потому что, когда мы подтягивались для мышц спины, мы старались побольше вовлечь в работу именно спину, а сейчас нам нужно вовлечь в работу бицепсы. За счет чего это делается? Самое главное, самое важное, это более узкий хват. Чем уже хват во время подтягиваний, тем больше работает бицепс. Чем шире хват, тем больше работает спина. Но тут есть два нюанса. В чем разница? Когда мы используем узкий хват прямой, у нас больше работает та мышца, которая находится под бицепсом, которая называется плечевая. А когда мы используем обратный хват, плечевая у нас работает меньше, но больше работает непосредственно бицепс. Грубо говоря, когда у нас хват такой, у нас больше вовлекается в работу бицепс, а когда у нас хват такой, то больше в работу вовлекается та мышца, которая лежит под бицепсом. Но эти две мышцы для развития мощных бицепсов очень важны, потому что плечевая, которая находится под бицепсом, она как бы выталкивает наружу. Если она у вас развита, то ваш бицепс смотрится гораздо больше, чем без развития данной мышечной группы. Поэтому я вам рекомендую попробовать и тот, и другой вариант, подобрать оптимальную для себя позицию, но помните очень о положении ваших локтей. В зависимости от того, как и где у вас будут находиться ваши локти, будет происходить более или менее качественное сокращение ваших бицепсов. Потому что чем больше работает локтевой сустав и чем меньше работают остальные суставы и мышечные группы, тем, соответственно, больше у вас происходит сокращение в бицепсе. Ваша задача по максимуму зафиксировать все остальные суставы и мышечные группы для того, чтобы у вас движение происходило в основном за счет локтевого сустава. Именно тогда будет большая часть нагрузки ложиться на ваши бицепсы. И именно тогда это упражнение превратится в по-настоящему базовое для ваших бицепсов. Я еще раз напоминаю, что базовых упражнений для развития ваших бицепсов их очень мало. Практически все, что вы видите в любом тренировочном комплексе, это только изолированные упражнения. Поэтому любые тяги и подтягивания для развития бицепсов важно периодически включать в свой тренировочный комплекс, но если вы хотите, чтобы у вас были большие руки. В общем, это подтягивания для развития бицепсов детка. Субтитры сделал DimaTorzok